Доброе утро, дорогие друзья! С вами снова фирма Петерсон и я, Эдуард Петер. И мы продолжаем делать наши натюрморты. Вчера, когда я фотографировал топор, мне захотелось его во всей красе. Это большой топорище и всё. Проблема в том, что не было подходящей древесины, такой красивой, скажем. Та, что у меня есть, мне не подходила. А сегодня при прогулке по лесу мы дошли до избушки с рыцем лесника и там на заднем дворе увидели нечто, что мне очень понравилось. Но, естественно, мы не удержались и свистанули это дело. И решили было возвратиться назад, как навстречу нам катит белый джип нашего лесника. Встречаться не хотелось, поэтому мы в пролесок быстренько свернули, сделали крюк большой. В общем, наша прогулка затянулась. Но, тем не менее, я оттуда всё-таки притащил. Вот, посмотрите, какие доски. Ну, где ты их ещё возьмёшь? Какие доски? Только у лесника. А? Смотри, какая красивая. И с этой стороны. И с этой. И вот теперь можно вполне даже сфотографировать наш топорик во всю длину. Вот. Чем мы сейчас с вами и займёмся. Так, ну и давайте, наверное, сейчас посмотрим на световую схему. То есть здесь у меня стоит отражатель, габло, также без него. Здесь стоит софтбокс, освещающий вот эту часть пенька, нижнюю часть пенька, вообще мне не нужен. и оттабоксик небольшой мой. Очень я им доволен. Правда, стоил он хорошо, замечательно. И в этот раз я решил ещё с помощью тумбуса осветить ту исту, которая находилась вверху, находится вверху. Вот. Сейчас покрою вот эту. Вот эту листрую и отсюда дать ещё пучок света. Я думаю, этого будет мне вполне достаточно. Так, ну что ж, начнём, как всегда, отключая, подключая поодиночке, будем смотреть, как меняется рисунок. Теперь мне надо себя захватить, что я действительно фотографирую тут вживую и всякого. Я кого так. Ну всё, всё готово к съёмке. давайте попробуем сначала автобоксик. Вот. В принципе, уже так это загадочно всё. Ну, темно и как бы невнятно. Так, подключаем теперь нижний нижний сувбокс. так. Почему меня не видно? Тут одно из двух. Или меня, или схема. Ну ладно, обойдёмся без меня. сувбоксик. Вот. Это то, что мне нужно было. То есть, идёт освещение всё слева. Солнце у нас только одно. Так. Идут всякие пятнышки от того самого гавол. ну и включим теперь нашу тубусяку. Тубзику. И делаем заключительный снимок. Вот. Так. Это то, что я хотел. Это то, что я хотел. Ну, сейчас пойдём в Photoshop опять. то есть, мне придётся сделать такую длинненькую. Ну, вот из двух, из трёх я выбрал два. Вот этот светлый и вот этот тёмненький. Открыть изображение. То есть, мы сначала скажем выбрать всё. Теперь открываем изображение. Угу. Вот второе. Теперь пойдём в файлы. Сценарий возьмём. Забразить файлы стэк. Добавить открытые файлы. Вот так. И теперь попросим его, чтобы он автоматически выразил исходные данные. Смарт-объект нам не нужен. Поехали. Он сам всё сделал. Смотрим. отлично. Это то, что нам нужно. Теперь нам надо бы это дело всё чуть повернуть. Так. Хорошо. и теперь уже скадрировать. Как я говорил, файл будет необычный. Вот такой будет файлик. файля. А там дальше можно додумать, в чём тут проблемка. Так. Теперь нам надо добиться того, чтобы у нас вот эта часть тоже как-то заиграла. Не без того, а посему мы сейчас возьмем коррекцию и засветим тут все на свете. Вот так. Теперь, как всегда, черную маску превращаем. Берем градиент вот этот. Он делает такие полоски. Ну и аккуратненько с кружочком здесь. Тут тоже освещение, дескать, идет на сам пенечек. Ага. Теперь соедим Ctrl-Shift-Alt-E. И попробуем сделать коррекцию по поводу контрастности. Вот так. И яркости чуть-чуть. Отлично. Отлично. Что нам еще решает, это надписи. Надпись мы сейчас, естественно, уберем. Она нам... Ну, не надо. Вот так. Также здесь. И вот эта бумажная полоса тоже. Это цена была. Все. Ну и вот такой у нас получился нанотермортик. Вытянутый. Ну, такой уж есть.